Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии у нас речь пойдет о том, как создать график работы магазина. Соответственно, в первой части урока мы рассмотрим более простой вариант, во второй части мы рассмотрим более сложный вариант с использованием инструмента прогрессия. Итак, поехали! Первое, что нам необходимо сделать, это график работы магазина. Мы видим на экране таблицу, которая должна получиться. R – это значит рабочие часы. И, соответственно, в субботу и воскресенье они разные. Первое, что нам необходимо понимать, то что в Excel есть списки автоматического заполнения. В списке автоматического заполнения у нас находятся файл, параметры, дополнительно. И внизу, если прокрутить, мы найдем эти списки. Примерно вот такие они у вас будут. Да, то есть это сокращенные дни недели, дни недели полные, сокращенные месяцы и полные месяцы. Как с ними работать? То есть, если мы вводим понедельник и в правом нижнем углу берем за черный крестик, да, протягиваем вниз, у нас заполняется неделя по порядку. Вот. Далее, что нам необходимо? Нам с ячейки B4 по H4 необходимо указать не недели, это у нас понедельник, протянуть их до воскресенья. Обратите внимание, при протяжке внизу у нас показываются подсказки, до какого именно дня у нас растянуты данные. Отлично, это мы сделали. Далее нам необходимо использовать часы 9.00. То есть, если мы зададим интервал час, тогда следующее время у нас должно быть 10 часов. В данном случае у нас час, если бы у нас был интервал 2, соответственно 11 часов и так далее. Также можно указывать интервалы в минус 9, 8, 7 и так далее. Выделяем интервал белым крестиком, который у нас находится посередине. Наводим курсор в правый нижний угол и растягиваем до 21 час. Ок. Далее нам необходимо выделить таблицу, поставить все границы, выбрать шрифт, который будет удобно читаться. Если это монитор компьютера, значит мы выбираем шрифты без засечек. Это такие как Century Gothic, Calibri Arial и так далее. Если это у нас будет распечатываться, можно выбрать такой как Timed Rowns, который с бумаги читается в разы удобнее. Далее, как мы видим, у нас часть текста не вмещается. Тут можно поступить двумя вариантами. Навести на столбец указатель, черная стрелка вниз, на пересечении выбрать спецуказатель, который поможет автоматически расширить границы. И двойным щелчком нажать левой клавишей. То есть это будет выравнивание столбцов по содержимому тексту. Отображаться это будет не очень красиво, поэтому мы выберем правой клавишей, возьмем ширина столбца и напишем 14. Ок. Далее, выравнивание по центру. Также мы можем использовать для заполнения одинаковых ячейк заполнение массивом. Обратите внимание, что здесь с B6 по ячейку F17 у нас все R. То есть мы выделяем F17. Пишем букву R, не снимая выделения. Если вам охота куда-то щелкнуть, можем нажать строку ввода данных. Нажать R и нажать Ctrl-Enter. Выравнивание посередине. Если у вас компьютер Macbook, тогда вам нужно назвать, соответственно, Command-Enter. Потому что в 90% случаях операция из Ctrl до Windows заменяется операцией с Command на Mac. Далее, соответственно, для субботы нам нужно с 9 по 19. Заходим, выбираем с 9 по 19, пишем R, нажимаем Ctrl-Enter и ставим выравнивание по центру. Таким образом у нас получился простейший график работы, который вы видите. Теперь поставьте видео на паузу, напишите комментарий, поставьте лайк. Комментарий напишите со словом график работы в Excel, автозаполнение в Excel. Теперь подписывайтесь на канал, спасибо вам большое. Идем далее. Далее у нас будет более сложная задача, которую нам необходимо составить. Нам необходимо составить годовой график работы завода на 90 человек с номером ПП. развернуть даты вверх, ширина столбца 4, да, как мы раньше задавали. И, соответственно, использовать формат дат без года, потому что годовой график, он строится на год, да, просто далее копируется лист, переименовывается и, соответственно, в нем работает. Первое, что нам необходимо понимать, то, что мы увеличиваем ширину строки, да, ширину столбца. Далее нам необходимо написать номер ПП. Номер ПП. Это у нас номер пункта. Дальше у нас идет, получается, фамилия. Далее, для использования инструмента прогрессия нам необходимо ввести первое число, выделить ячейку с этим числом, в данном случае это единица. Зайти в прогрессия. Выбрать по столбцам, то есть заполнение. Далее, предельное значение 99. Ок. Как мы видим, если мы нажмем Ctrl вниз, у нас добавилось 99 значений вниз. Далее, напишем фамилия 1. Да, соответственно, если мы в правом нижнем углу прощелкнем двойным щелчком, у нас заполнится столбец. В данном случае существует правило, если слева или справа есть заполненная ячейка, тогда двойной щелчок в правом нижней части ячейки у нас будет работать. Если вот мы здесь рядышком поставим, он сработает. Если поставим через одно, он уже работать не будет. То есть, это нужно понимать. Если слева или справа находится заполненный столбец. Далее, для того, чтобы написать даты до 31 января 2021 года, нам необходимо использовать также прогрессию. Мы выделяем первое число. В данном случае это 1 января 2020 года. Заходим в прогрессию. Выбираем прогрессию. Дальше выбираем, нам нужно по строкам, чтобы он тянулся вправо. Выбираем день и пишем предельное значение. Предельное значение это у нас 31, 12, 2020. Здесь можно выбрать рабочий день. Тогда у нас в графике 5.2 будет протянуто. Если не учитывать то, что в настройках Excel можно поменять рабочие дни на нерабочие. И он тогда будет работать с учетом этих настроек. Да, если в Англии брать, у них, допустим, пятница, суббота это выходные, воскресенье это первый рабочий день. У нас наоборот, да, с понедельника. Вот. По месяцам это будет каждое первое число следующего месяца. По годам, соответственно, будет каждый раз меняться год до максимального значения. Выбираем ОК. И, соответственно, у нас выделились значения. Далее нам нужно развернуть их. Это Ctrl-Shift право. Это выделить значения до конца вправо. Выбираем направление текста. Повернуть текст вверх. Повернули. Если у нас появляются решетки, значит текст не вмещается. Ctrl-1. Выбираем формат дата. И выбираем вот в таком отображении. Да, как мы видим, все отлично работает. После чего мы выделяем первый столбец, это С. Нажимаем Ctrl-Shift право. Это выделить ячейки до конца вправо. Выбираем ширина столбца. Четыре. ОК. У нас они сгруппировались. Выравнили нас по центру. Далее, для того, чтобы поставить все границы, мы с первой ячейки, с A1, нажимаем Ctrl-A, ставим все границы. Да, и соответственно, у нас получается график. Для того, чтобы при смещении вправо и вниз, да, у нас оставалась верхняя строка и значение слева, мы можем использовать закрепление области. Да, заходим в вид, закрепить области. И у нас, соответственно, теперь ничего не будет мешать заполнению. И далее уже небольшое оформление. Это нам необходимо Ctrl-Shift вниз, да, выделить, поставить мятный. И Ctrl-Shift вправо, соответственно, выделить и поставить светло-оранжевый. Окей. Также мы можем самостоятельно создавать списки автоматического заполнения. Допустим, у нас есть ряд фамилий. Да. Мы заходим в файл параметры дополнительно. И далее выбираем списки. Здесь внизу они находятся. Изменить списки. Выбираем импорт ячеек из списка. Да, выделяем ячейки. Нажимаем импорт. И нажимаем добавить. У нас добавился список. Да, то есть теперь рядом при написании одной из фамилий, допустим, Суворов, программа поймет, что это у нас Суворов ТА. Да, и при протяжке вниз она, соответственно, заполнит список людей, которые находились внизу. Также можно, допустим, Буннерев. Тогда у нас программа поймет, что это интервал заполнения. Да, и будет заполнять через одного, соответственно, Тюринга, Лаванов и так далее. С вами был Полянский Алексей. Подписываемся на канал. Ставим лайки. Пишем комментарии. График работы в Excel, автозаполнение в Excel. Спасибо вам большое. Всем отличного настроения. До следующей среды. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok